О том, как людям приходится выживать в израненном городе, будем говорить советникам городского головы Мариуполя. Пётр Андрющенко с нами в прямом эфире. Пётр, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Пётр, мы сейчас смотрели кадры из Херсона. Там в эти минуты находится президент Владимир Зеленский. Была проведена церемония поднятия украинского флага на главной центральной площади Херсона. Скажите, а как в Мариуполе восприняли освобождение областного центра? Знаем, что люди обеспокоены сейчас в основном, по сути, выживанием в средневековых условиях, которые принёс в город русский мир. Но всё же, как это событие вдохновило, расстроило? Не знаю, какие эмоции у жителей Мариуполя? Разные, конечно. Тех, кто находится в плену, тех, кто находится в оккупации, тот, кто борется, тот, кто ждёт. Вот, естественно, это надежда. Это надежда на деоккупацию, это понимание, что люди не брошены, это чувствуют люди внутри города. Они ждут, ждут, когда снова наш украинский. Когда следующая церемония поднятия государственного флага Украины будет на нашей главной площади, это главное. Безусловно, есть те, кто не ждёт, кто боится. Есть те, кто боятся, понимая, что освобождение Мариуполя – это снова пережить боевые действия. Но, поверьте, большая часть мариупольцев ждёт, когда вернётся Украина, и когда Мариуполь снова сможет вздохнуть свободно. – Пётр, а какие у вас эмоции, когда вы увидели первые кадры освобождения Херсона и 11 ноября, и вот, по сути, самые сейчас последние кадры из Херсона поднятия флага? – Вы знаете, это невозможно остановиться смотреть, конечно. Мы ждём. Мы всё делаем для того, чтобы это было как можно быстрее. Каждый мариуполец работает. Всё, что можно. Конечно, каждый думает, что мы делаем недостаточно, стараемся делать ещё больше. Но мы рады за херсонцев, но мы все хотим домой. Мы очень этого ждём. Вы знаете, буквально на днях экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, он же сказал, что следующими городами, которые будут освобождены, это будут Мариуполь и Мелитополь. Вот заметна ли некая активность российских военнослужащих в связи с такими заявлениями? Строят ли они, возможно, в Мариуполе или в пригороде Мариуполя всем известные линии обороны Пригожина? Строят. Ну, Пригожина, не Пригожина строят. Видим, строят и зубы дракона устанавливают, как их называют британская разметка, эти бетонные пирамидки. Производят их прямо в городе, тут же устанавливают. Устанавливают сплошняком, там, две линии. Кроме того, начали минировать, кроме того, начали обустраивать военные базы, окапывать технику. То есть то, чего не было все эти месяцы, вот с конца фактически октября, если быть точным, с 27 октября, когда было полностью закрыто движение грузового транспорта по Крымскому мосту, вот с этого момента мы и увидели начало укрепления Мариуполя, превращение его в такую военно-логистическую базу, в такой опорный пункт. Действительно, мы все это видим, видим движение российских оккупационных войск, перемещение техники, перемещение живой силы. Петр, это новые российские военные, которые заезжают сейчас в территорию России, или это те, которые бежали из Херсонской области? До побега из Херсона были в основном вновь мобилизованные, даже одна база подготовки этих мобилизованных находится под Мариуполем. Если быть точнее, в селе Урзов Мариупольского района. А сейчас, начиная с пятницы вечера, это поехали херсонцы, херсонское направление. Едут их там просто несчетное количество, это тысячи оккупантов. Сейчас кто-то расселяется, кто-то сразу двигается дальше, кто-то расселился, видимо, ненадолго, но едет очень много, сотни. Слушайте, а ведь едут они не в приподнятом настроении, правда? Мы знаем, как они бежали, как они все хватали, и даже то, что нахватали, бросали, еле ноги уносили. Наверняка же это, безусловно, скажется на настроении тех, кто там как-то начал окапываться и уже вещи свои завез и разместил. Как считаете? Да и тут и считать-то нечего, можно говорить абсолютно уверенно. Ну, во-первых, победоносных настроений у военного корпуса, который находился в Мариуполе, их и не было. А сейчас и от того, что не было, и не осталось, в принципе, следа. Побед нет, одни побеги, поражения вполне ожидаемые. Там пропаганда может рассказывать, безусловно, свое знаменитое о потере нет, но как минимум те военные, которые уехали из Херсона российские, они прекрасно знают, что такое наступление украинской армии и чем оно, собственно, грозит. Поэтому с боевым духом там проблемы, безусловно. Но, тем не менее, мы же понимаем, что их просто много. Одна проблема, их слишком много. Поэтому нашим доблестным ЗСУ придется немножко больше поработать, не то чтобы постараться, а просто поработать, но немножко больше. Потом нам придется их тут где-то хранить, наши земли, рано или поздно. Но с духом действительно большие проблемы, они там, в общем-то, не скрывают, поприезжали, сразу же пошли по магазинам, поэтому очень разговорчивые. Радости там никакой, понимания происходящего никакой, ощущения победы никакого. Ну, очень низкий моральный дух, действительно. Кроме того, этот моральный дух им очень сильно понижает. Не только ж военные приехали, а огромное количество машин с российскими номерами сейчас приехало из Мариуполь, Мариупольский район. И, судя по всему, это тоже из Херсона. То есть мы не знаем, то ли это наши коллаборационистские товарищи, которые выбрали свою дорогу, упростив задачу нашим правоохранителям в Херсоне. То ли это частично всякие россияне, которые успели туда понаехать. То ли это какой-то дикий микс. Послушайте, а ведь можно предположить, что вот этот вот микс, за ним последует еще большее накаление отношений внутри самих вот этих вот российских оккупантов. Те пригожинцы, те регулярные, те мобилизованные, те бежавшие из-под Херсона. Каждый со своим награбленным, каждый со своей уже какой-то травмой. Начнутся споры, перестрелки, то, что и так постоянно было в Мариуполе. Наверное, теперь это спровоцирует вот этот вот наплыв со всех сторон, как тараканы, знаете, сбежали в одну комнату из разных. Наверняка, наверняка мы это увидим. Увидим и разборки их между собой, и увидим, к сожалению, новую волну мародерства в самом Мариуполе. Увидим и рост преступности со стороны российских военных. Все это, все негативные последствия российской оккупации. Сейчас на какой-то короткий точный период мы увидим, порядок между ними никто не наводит, потому что любое наведение порядка заканчивается перестрелками между разными подразделениями. Это действительно есть. Но есть еще и неочевидные дестабилизационные факторы, которые достаточно сильно подрывают сейчас отношения к россиянам и внутри города со стороны гражданских. И, судя по всему, оно продлится дальше не только внутри города. Например, тем, кого, как говорят россияне, эвакуировали гражданских из Херсона, есть решение о том, что им будут предоставлять бесплатные квартиры где-то в Подмосковье. И, по сути, это уже подняло бунт возмущения среди мариупольцев, которые справедливо начинают возмущаться, а как так, люди там выехали, у них все было, дома не пострадавшие, из города сбежали, за город не боролись, а мы тут в руинах, а нам ничего. И это только то, что в Мариуполе, да, они швырнутся в Подмосковье, где тоже люди наверняка годами ждали расселения, отселения квартир. И тут приедут, кто-то приехал из Херсона, его расселяют в первую очередь в какие-то новостройки. Безусловно, это громадный Херсон. В итоге, да, можно смело констатировать, что громадный дестабилизационный фактор, причем местами с отложенным действием. То есть мы сейчас увидели какое-то там паническое настроение со стороны пропагандистов, безусловно, но его последствия, это, как знаете, как рябь по воде, она будет расходиться и расходиться достаточно долго еще. Поэтому истинная ценность возвращения Херсона, кроме возвращения Херсона, и мы увидим еще там в течение ближайшего месяца. Потому что таких моментов, не очевидных на сейчас, через дестабилизацию, их еще будет и не один. Петр, а что вы скажете, вот хотим с вами обсудить видео, которое вы опубликовали, вот если еще говорить о наших людях. Это штурм и давка, по сути, людей, мариупольцев на открытии супермаркета. Вот давайте посмотрим. Это вот настолько тяжелая гуманитарная ситуация? Или как суперкомментирует? Знаете, к сожалению, это вот результат, результат политики Российской Федерации. Мы с вами об этом говорили уже не один раз. Я уже говорил о том, что Россия в городе занимается полной маргинализацией людей. Чем сильнее маргинализация, тем проще контролировать. Меньше бунтов, больше страха, меньше возможности вообще задуматься о чем-то. Более глобальным, чем наполнение собственного холодильника и выживание. Послушайте, но шары они правильные на открытие подобрали? Ну, безусловно, да. Знают. Знает кошка, чем мясо съела. Молодцы. И вот видим такие результаты, к сожалению. То есть людей опустили на нижнюю ступень развития. Это можно говорить о достаточно большом количестве маргинальцев на самом деле. Их сначала поставили на грани выживания, потом с этой грани поставили на следующую ступеньку и там оставили. То есть они не страдают от жажды, не страдают от голода, но тем не менее у них не хватает времени ни на что, кроме как-то бороться за свою жизнь в тех условиях, которые есть. Сверху их достаточно лояльно скатывают во всякие негативные вещи, начиная, не знаю, я уже говорил, да, если бутылка водки стоит столько же, сколько стоит бутылка воды, ну вот будем иметь вот такие результаты, к сожалению, в тех условиях. Вот получаем вот эти вот результаты, к сожалению, сейчас. Сверху все это долбится пропагандой, ну и давайте откровенно. Подобное поведение, вот подобное, не хочется говорить слово деградация, да, но вот такой регресс социальный подобный, он массово поддерживается оккупационной российской властью. Более того, это одна из целей, которую они себе поставили и которую, как мы видим, ну как минимум частично они добились. Отсутствие образования, отсутствие интеллектуальных развлечений, будь каких. Вы знаете, подобное было что-то в Луганске, вот после того, как он был оккупирован в 2014 году, там исчезли все банкоматы, исчезло все, что есть сейчас в обычной нормальной жизни на территории подконтрольной Украине, и вот в Луганске открывают банкомат, один или второй в нынешнее время, это большой праздник и большое огромное событие, равно как и сейчас мы видим эти кадры. Открытие супермаркета, что вообще обычное дело превращается в некий праздник, давку и прочее, прочее. Вот такие методы. Банкоматы у нас открывают точно так же. В Мариуполе сейчас, то есть абсолютно согласен, это абсолютная калька с Луганском, с Донецком. Ситуация была немножко как-то попроще, по целому ряду опять же причин, да, и там прочности Донецка. А в Мариуполе так, банкомат, праздник, супермаркет, праздник, магазин, праздник, я не знаю, шаурма, праздник. Скоро у нас каждый лоток на рынке будет подаваться как праздник. Ну и если реальных достижений и праздников нет, то их нужно выдумывать. Вот, собственно, и выдумывают, да, имеем, что имеем. Мы знаем, с чем сравнить. Реальный праздник сегодня в Херсоне, и очень надеемся, что в скором времени такой же праздник будет в нашем Мариуполе, Мелитополе и других временно оккупированных городах. Что ж, Петр, да, спасибо, спасибо вам, спасибо героическому Мариуполю. Петр Андрющенко был в нашем эфире.